Я убрал зарубежные хиты 80-х, 70-х, может быть одна эта приписка будет 90-х, но вы точно их все знаете, для нас в том числе. В результате сейчас буду отгадать. Внизу есть подсказочка, 4-5 мужика в теме. Это те же 4 мужика? Не исключено. Потому что нужно говорить, it doesn't matter if you're black or white. Учите английский по песням. Стас, Стас. Что О? Короче, смотри, это новый ребус для тебя. Значит новый ребус для меня? Мне нужно угадать песню по вот этим вот двум эмоджикам. Чёртик и буратика невозможны. Если ты будешь говорить на русском эти слова, то ничего у тебя не выйдет, это как сказать плохой. Bad. Bad boy, bad boy. Bad boy. Хорошо, ну вот это вот злицо, шо это значит? Буратино. Кто Буратино? I'm a bad liar. Я понимаю, что ты фанат музыкальных песен, но вот эта штука, это практически нереально. Но это вполне реально. Ну что ж, давай проверим, реальное это или нет. Привет, наши любимые зрители. И сегодня у нас новый выпуск, четвёртый Space D-Show. И со мной сегодня снова Настя. What's poppin'? What's crackin'? How you doin'? Вы поняли, да? Настя, наш гуру песен, играет ему и преподаватель английского, и мы с Настей забились о том, что если слушать английские песни, то ты начинаешь их слышать совсем иначе и не слышишь сплошной звук. А понимаешь смысл песен, контекст. Поэтому я бы готовил для Настя небольшой челлендж. Практически как Ice Bucket, только Emoji Challenge. Суть Emoji Challenge. Настя, рассказываю тебе и зрителям, потому что играть будем мы все вместе сейчас. Есть Emoji. Оп, оп, наборчик. Так сказать, ребус. Который вам нужно разгадать, в нем зашито название песни, внизу может быть подсказочка. Я выбрал зарубежные хиты 80-х, 70-х, может быть я знаю, две песни будут 90-х. Но вы точно их все знаете, для нас в том числе. Твоя задача будет разгадать 50 песен, твои любимые зрители тоже, сбатловаться с Настей и в конце вас ждет сюрприз. Таким образом мы покажем, как можно учить английские песни, а как именно учить по английским песням здесь и внизу я оставлю подсказочку на наше прошлое видео ролик с Настей. И есть ролик о Тане, где вы можете посмотреть, как это делать. Так давайте все-таки разберемся, о чем же мы поем, когда подпеваем Битлам, Куин и Бонжови. Наст. Да. Ты готова вот спать и мустором? Yes, я готова. Стас все еще не верит, что я знаю английский и хочет это проверять такими вот челленджами. Такой-то. Да, я готова. Ну что ж. Когда? Начнем? Украине на английском по-прежнему говорит не более 5% населения. Наша миссия – поднять его до 20%. Я смотрю сериалы на английском, я понимаю, но ответить мне сложно. Go to the... The lie and the right. No, I don't like Matthew. I like walk. У Насте будет 10 секунд, у вас будет 10 секунд на то, чтобы подумать. Вы записываете, сколько баллов вы набираете и подергаетесь с Настей. В конце вас будет ждать интересный розыгрыш и интересный, даже не розыгрыш, а интересный конкурс, чтобы попасть на наше Space Deer Show наконец-то и побатловать с Настей. Да. Ну что, Настя, ты готова? Давай, давай. Первая песня легенькая, даже я ее, мне кажется, могу отгадать. И у тебя есть 10 секунд. Аааа... Cherry... Cherry Cherry Lady... Та-да-та-та-та-та-та... Cherry Cherry Lady... Going through emotion... Love is where you find it... Listen to your heart... Скажи мне, Cherry Cherry Lady... Как это перевести вообще на русский язык? Ну, короче, тут такой есть момент, что люди, ну, это Modern Toki написали эту песню, и все думают, что это вишневая-вишневая леди, но это не вишневая леди, это с французского шери, типа дорогая, типа darling, и это darling, darling lady. Но они завтыкали, потому что они не знают французского языка, и в итоге они сказали cherries, одной i, и это вышло как милый-милый леди. Настенька, мне кажется, что они меня не втыкали, мне кажется, что они так и хотели. Может быть, может быть, это по моим сведениям, если кто-то знает по-другому настоящее значение песни Cherry Cherry Lady, то, пожалуйста, дайте мне знать. Я думаю, что у нас достаточно молодых преподавателей английского, причем большинство смотрят нас, они сразу себя поправят. Пожалуйста. Так, хорошо, у нас один, не знаю, в пользу, как зрителя, кто воигрывает, но у тебя одно очко есть. Ну что, давай дальше? Да, давай. И-и-и-и-поп! Love, War, War, War. А это подсказка, да? Внизу подсказка, да, это может быть название группы, или еще что-то. Это типа четыре мужика, четыре мужика, и я лову с одного. А ты быстрее? Yellow Submarine, Yellow Submarine. We all live in a yellow submarine. Кто поет? Beat, 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 beat. Па-бам! Два! Настя, ты что, песню все еще знаешь смысл? Да, представляете, представляете. Я, когда делал для тебя этот сканворд, я задавался вопросом, что значит Yellow Submarine? Ну, вообще, изначально эту песню написали как для детей, как детскую песню, и потом, ну, как бы, когда она вышла, то люди начали искать в ней какие-то скрытые смыслы, что это политические подтексты, или что это вообще кислотный трип, и тому подобное. Но изначально эта песня для деток, и, ну, вышла она таким тестом Rorsch, я не помню, как этот тест называется, ну, кроще. Так, что каждый видит в этой песне то, что он хочет в ней видеть. Хотя, она, ну, просто для деток. Такое чувство, что ты следила за мной, когда я готовился, и чего-то тебе вообще не хватает. Ну, давай посложнее. Давай. Два, в пользу не знаю сколько. Ты готова? Да. Причем здесь средний палец я не могу. Ну, это, наверное, не жизнь подсказочка. Так. Хорона. Queen. Угу. Break free. I want to break free. Когда я заставлял этот ребус, я сам даже не понял, что значит break free, поэтому я заставил его в самолет free и средний палец. Но могла бы ты объяснить мне и зрителям, что значит break free. Короче, break free это, ну, это вырваться откуда-то, убежать. Ну, то есть, синоним к этому слову можно сказать escape. Самый русский. То есть, это песня про то, как, ну, Фредди поет своему партнеру о том, что его уже сковали эти отношения, и он просто хочет выбраться оттуда и начать новую жизнь. Ну, смотри, самолет взлетает, break free, ну, а средний палец, ну, мне уже на все наплевать, понимаешь? То есть, это как бы внутренний подтекст, о том, чтобы запомнить лучше эту празу. Настя сказала, что мы сделаем разбор песен, также вверху и в описании будет ссылочка на наш блог. Все песни, о которых мы сегодня говорим, они подобраны таким образом, что по ним можно учить английские слова, можно разбирать их, можно слушать, забавлять свой плейлист и таким образом изучать английский язык, правильно? Да. Всех десяти не будет сразу в блоге, но последовательно вы можете заходить и рубрику мы будем потихонечку-потихонечку наполнять. Перед тем, как мы продолжим, у тебя уже сколько баллов? Три, да? Три, надеюсь, три. Три, три. С нашим очень умным зрителем. Но, я хотел бы сказать, что ты вообще знаешь историю эмоджи и насколько они популярны на сегодняшний день? Ну, я знаю, что, ну, в каком мы все пользуемся, эмоджи, эмоджи, я знаю, есть эмоджи-моджи-моджи. Есть эмоджи-моджи, но я хочу тебе показать то, что интересно на своем моем ванбуке. Есть эмоджи-трекер. И эмоджи-трекер – это сделанный такой плагин для Твиттера, который показывает в режиме онлайн-времени. Какой самый популярный эмоджи, как его используют сейчас и в каком количестве их использовали в Твиттере. Когда я это нашел, я чуть-чуть прозрел и тебе небольшую еще одну загадку. Как ты думаешь, какой самый популярный эмоджи? Я думаю, что самый популярный эмоджи – это вот этот вот смайлик. Какой? Скажи мою потом. Какой-то смайлик. Ну, ты, в принципе, права. Ты уже влезь как правильного ответа. Так, значит, ну… Ну, какое ты думаешь, самым, каким ты пользуешься чаще всего? Вот это вот лицо, которое смеется и плачет, потому что и смех, и слезы. Это часто… Откуда ты знаешь? Ну, это я просто этим пользуюсь. Молодец. Ты серьезно? Это самый популярный эмоджи-трекер. Вот смотри, как это выглядит. Вот в режиме онлайн-времени ты можешь посмотреть, что… Вот смотри, мы можем прям нажать и посмотреть, как посты выходят с этими эмоджи. То есть эмоджи – это цена культура уже, которую люди используют, меняют на него слова и так далее. Но для меня было самое большое удивление, что на третьем… Это вот так. По популярности, да, ты видишь, тут 2 миллиарда использования или 25, я даже не знаю, сколько здесь цифр. Это для меня слишком сложно. Ну смотри, ладно, на втором сердечко – это мне понятно. Да. А на третьем… Висайкл? Да. Ты серьезно? Представляешь, вот мы в Украине не особо радио используем, а… Ну, ты вот, посмотри, посты в основном не украинские. Но он используется очень часто. О, себе. Ничего себе. Ого. А какой самый непопулярный? Самый непопулярный, не знаю. Ну, конечно. Абсолютно непопулярный. Вот. Хорошо. Давайте вернемся к делу. Если ты давно смотришь видео про изучение английского, предлагаем переходить к активным действиям и заговорить этой осенью. Для этого нужно прийти в антишколу Space Deer. В конце курса вместо обычного экзамена ты будешь полчаса общаться на английском с носителем языка один на один. У тебя обязательно получится, потому что на каждом занятии в антишколе мы говорим 90 минут вместо 10. Если ты хочешь учиться онлайн, то приглашаем на курс английского языка по квестам Quest Inc. Это 20 минут практического английского каждый день, в котором тебе нужно находить выход из жизненных ситуаций с помощью изучения языка. В этом тебе поможет личный ментор и общение с командой других студентов. А каждую неделю тебя ждут онлайн мастер-классы от Quest Inc. Так английский ты еще точно не учил. Заходи попробовать демо-квест бесплатно. Готово и... Оп! Майкл Джексон Настя, я чувствую, что ты примерно знаешь эту текст песен, как и я, только название. Нет, типа, я знаю, что это известная песня Майкла Джексона. Просто Black or White. Давайте сразу, 4 балла уже у нас есть. Да, да. Песня Black or White. Black or White. It don't matter if you're Black or White. Майкл Джексон, гуру поп-музыки. Можно ли эту песню разбирать нашим зрителям? Или это больше уже подсереднячков, подинтеров? Я сейчас пытаюсь вспомнить текст песни. Нет, я не советую. Но я могу дать... Когда я посмотрел эту песню, в ней очень много сленга, очень много сленгов, фраз. Но можно ее разбирать в том случае, если вы хотите окунуться и увидеть разговорные, броские фразы, с помощью него очень какие-то сленговые выражения и так далее. Потому что там слово-перевод не сработает. Да, слово-перевод не сработает. Там очень много каких-то скрытых, ну не, как бы метафорических выражений. В песнях этого типично, да? Да, да, и кроме того, то есть даже в самой, ну, как бы в своем куплете, it don't matter if you're black or white. То есть тут уже есть ошибка, которая может сбить с толку ребят, которые только начинают учить язык. А в чем ошибка? Потому что нужно говорить it doesn't matter if you're black or white. То есть, и это очень частое явление в песне. Ну что ж, наш экватор близится. Давай. Оп. Никаких подсказок. Слишком легко. Вот видишь, оно звучит. Я вижу Саню Мухайяк. Женщина танцует queen. Dancing queen. Long and see only. Seventeen. Это абба, да? Маладэ. На dancing queen фокусироваться не будем. Простая была такая халтурка. Настя ведет пять. И я надеюсь, у нее есть хороший оппонент, который сейчас нас смотрит и тоже набрал пять. Да. Ну что ж. Давай. Как по мне, следующий еще легче. Ну, ты попробуешь. Сос. Сос ми. Сос. Сос ми. Сос. Ас. Сос. Внизу есть подсказочка. Четыре-пять мужика в теме. Это те же четыре мужика. Ну, не исключено. Это insane. Ну, типа, я не знаю. Просто мне кажется, что это было бы странно, если бы ты еще раз. Я беру мировые хитры. Сос. Help me. Help me. Help me out. Help me out. Help me. Так, Настя, ну и чувствую, что ты не спрашиваешься. Help me. Help me. Станц. Это группа Beatles. И песня. Сос. Это хел. И что это за песня? Help me. I need somebody help. I need somebody help. Not just anybody help. You know, I need someone. Ты считаешь, что это переволный момент после экватора. Опять один. В пользу мою. Человек, который не верит, что ты знаешь английские песни. Да. Я как типичный кейтер. Я говорю, что Настя ни черта не знает. Вообще ничего не знаю. Ну, давай простую тебе сейчас песню без подсказки группы. Ну, очень все просто. Итак, ты готова? Candy, sweet. Sweet candy. Candy sweet. А ешь перец. Не кушай перец. Настя, ну ты близка. Ну, соберись. Что с тобой? Candy sweet. Sweet dreams. Sweet dreams are made of... Sweet dreams are made of these. Sweet dreams are made of this. 6-1. Пользуя Настя. На Sweet dreams. Песня, я перед ним готовился. Слушаю, я ничего не понял, что в этой песне поется. I don't understand. Мне кажется, что эта песня не особо подходит для разбора английских песен. Или же ты скажешь обратно. Как ты считаешь? Не, ну она очень повторяющаяся. То есть там же, там вообще в принципе нету как такового куплета. Угу. Да, потому что кто-то хочет тобой воспользоваться, а кто-то хочет быть использованным тобой. Настя зарабатывает с футбол и мы идем дальше. Ты готова? Да, и давай. Карабанное ядро. Ну ладно, у нас набирают обороты. Ну тут Queen есть. Ну Queen есть, да. Ну тебе подсказку нельзя давать. Ну наше дейдем мы дадим ее. We are the champions. Yes. Песня рекомендована за носи к изучению английского. Это я знаю точно. Да. Хочу твоего и прула. Понимаете, вот в этой песне, то есть как бы да, звучит припев очень легкий. We are the champions, my friends. Но если посмотреть на куплет, то он просто весь напичкан какими-то такими словами, которые не для новичков, как по-моему, у меня есть. Ну да, то есть как бы do a sentence, это отсидеть срок. I haven't committed no crime. Да. Я не совершил никакого преступления. I've paid my dues. Я дал должное. Ну то есть как бы вам оно надо. Если вы начинаете сейчас учить английский, это прекрасная песня. Наслаждайтесь прекрасным голосом. Вы послаждайтесь мелодией. Да, наслаждайтесь этим всем. Но слушать текст не обязательно, да? Вы эти фразы вряд ли будете использовать, если вы только начинаете. Если вы уже как бы на уровне intermediate хотя бы, то тогда да. Хорошо, Настенька. Поехали дальше. Может быть он сомневается в чем-то этот эмоджи. Грубо подсказка есть. Хорошо, это Scorpions. Да. Сейчас ты у меня что-то может начать еще. Ну, Настенька, тут у тебя минус балл это по-любому. Но давай попробуем разобраться. Давай. Maybe I. Да. Да. Кто? You. Maybe you. Maybe I, maybe you. You can make you change to the world. Ну, мы биаем и бию. Настенька не помнит, баллы не получает. Разбирать песен не будем. Настя ничего про нее не скажет. Едем дальше. Я просто дала тебе что-то. Ни один подстав. Так, а сколько баллов у тебя? У тебя, по-моему, 6-2, да? Да, 6-2. Ну, интересно. Напишите, вот прямо в этот момент есть кто-то обогнал Настю и уже набрал 7 или 8. Я хочу увидеть этого героя. Ну что, давай? Давай. Очень близко. И... I don't move. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Да, есть такая версия, наверное, с которым она... Вот видишь, я смогла... Насколько хорош мой английский, что я могла отгадать песню, не зная за моей песни. Я не знаю, что это за песня. Настенька, тогда балл тебе не засчитывая. Семь-три. Да. Семь-три. Семь-три финал твоего английский по песне. А ты в меня не верил. Так я в тебя еще и не верил. Ну а в семь-три? Почему три балла ты потеряла? Скажи мне. Это первый вопрос. А второй. Можем посоветовать нашим зрителям учить английский по песням? Или все-таки не можем? Значит, первое. Потому что я не знала этих песен, но я все равно угадала. Вот этот вот Tell me why, вот уровень английского. Я не знаю песню, но я все равно ее отгадываю. Bravo. Второе. Можно выучить английский по песням? Это не универсальное, конечно, решение, но это очень эффективно, если вы это делаете, ну как бы, постоянно сформируете себе плейлист, 5-7 песен на неделю, слушаете его, подпеваете к этим песням, ну, выписываете новые слова и под конец недели вы уже улучшите свой английский язык, не прикладывая к этому особо усилий. Просто слушаете... Прости, как секретно пилили. Для того, чтобы понять, как это все делать, мы с Настей снимали целый ролик. Песня должна быть из твоего плейлиста, то есть она должна тебе нравиться, ты должен хотеть ее переслушивать, потому что это основа. Нужно не забывать, что это Detainment, это все же развлечение и обучение, тут тоже должно быть обучение, поэтому вы берете эти 5-7 песен, разбираете, выписываете новые фразы, новые слова, повторяете, сами произносите, отрабатываете свой разговор, понимание слух. Мы в блоге сделаем разбор нескольких песен по всем правилам и канонам, чтобы вам было проще, за что браться, за что хвататься. Настя, я резюмирую, и у меня есть 3 задания нашим зрителям. Первое. Напишите, насколько вы, я надеюсь, выиграли Настю в этом шоу или не выиграли. Настя на счет 7, напомню. Второе. У меня есть для вас специальная суперигра. Я делаю... Сейчас Насте покажу ее, чтобы проверить, насколько хорошую я сделал. А мне жду от вас, что же здесь написано, какая песня зашита. И здесь подсказка, это не название группы, это откуда вы можете знать эту песню. А, ну все. Может, ты знаешь, здесь нет? Все, чики-чики. Настенька знает. Настя по еще 8 балл бы заработал. А я жду от вас, Петта. И третье задание для вас. Напишите свой мой жеребус в комментариях, чтобы Настя его отгадала. Я попытаюсь его отгадать. И самое интересное, мы уже, или просто, который нам понравится, и тот, кто захочет прийти к нам в студию, виртуальную студию, и сняться в нашем ролике и поподловать с Настей, это будет его подарок, да? Да, да. Давайте, пишите ваши ребусы, я готова отказывать. Пишите комментарии, ставьте лайк, поддержите нас этим, расскажите друзьям. А она сказала, что петь это прекрасно. Поэтому финальный рэдчик от Настя. О, май гад. Поехали! Учите английский по песне. Учите английский по песне.